Я знаю, что вы были озлоблены, как и многие официальные лица России, той позицией, которую заняла западная пресса. Вы сразу же заявили о том, что именно Грузия начала эту войну. Но затем российские войска стали продвигаться дальше на территорию Грузии. Российские самолёты бомбили горе, и появилось большое количество беженцев. И во многом казалось, что это была не попытка защитить Южную Осетию, а попытка некого реванша. Хотелось бы узнать, почему российские войска повели себя именно таким образом. Вы знаете, меня ваш вопрос не удивляет, меня удивляет другое. Насколько же всё-таки мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Просто это потрясающе, удивительно. Это ни в какие ворота, как у нас говорят, не лезет. Ведь абсолютно я не верю, что здесь, в этом зале, есть люди, которые не знают реалий. Во всяком случае, вот в этом зале. Все прекрасно понимают и знают, как события разворачивались в действительности. Второе поле дня это всё началось, 7-го числа. И только в ночь с 9-го на 10-е подошли наши войска Кацхенвальд. И знаете, я же был в Пекине, смотрел мировые электронные средства массовой информации. Полная тишина в эфире. Как будто вообще ничего не происходит. Как по команде просто. Я вас поздравляю, понимаете. Вот тот, кто этим занимается, я поздравляю. Это замечательная работа. Но результат плохой. И он всегда будет таким. Потому что эта работа нечестная и аморальная. Аморальная политика всегда в долгую проигрывает. По словам премьера, вместо того, чтобы искать мирные пути разрешения кавказских конфликтов, Соединённые Штаты вооружали Грузию. Тем самым подталкивая режим Саакашвили в силовым действиям. Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? Вы что хотите, чтобы мы вообще привели к полной разбалансировке ситуацию на Северном Кавказе России? Почему мы действовали так, а не иначе? Да потому что инфраструктура, которая использовалась для нападения на Цхинвали, на наших миротворцев и на Ньюжную Осетию в целом, Инфраструктура выходила далеко за рамки самого Цхинвали. Пункты управления, радиолокационные станции, склады с вооружениями. А что вы хотели, чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали? Потом я слышу о неадекватности применения силы. А что такое адекватное применение силы? Когда против нас используют танки, системы залпового огня, тяжёлую артиллерию, мы что, из рогатки, что ли, должны стрелять? Что такое в данном случае адекватное применение силы? Конечно, и этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде как следует. Если есть пункты управления за территорией, за зоной конфликта, значит, удары должны быть нанесены туда. А как же? Этого требует военная наука. Один из участников дискуссионного клуба предложил обсудить внешнюю политику России за последние два века. В течение двухсот лет Россия не смогла создать стабильных, уверенных отношений с Западом. Почему? Почему это было невозможно? Послушайте, вы меня спрашиваете, почему Россия не смогла создать стабильных отношений с Западом. Да, а я хочу вас спросить, а что же Запад не создал стабильных отношений с Россией? С двух сторон должны быть сделаны усилия. Нельзя ставить... Вы понимаете, когда мы говорим о равноправных отношениях, то это значит уважать друг друга. А если уважать, то значит признавать как равного партнёра. А если Соединённые Штаты, так же, как Западную Европу, я не хочу никого обидеть, но нет сегодня у Западной Европы своей внешнеполитической линии. Россия в такой системе отношений функционировать не может и не будет. Посмотрите, что происходит в политической практике наших американских партнёров. Там не дай бог вступить в какие-то противоречия с нашими американскими партнёрами на американском континенте. Это считается святая святых. А подогнать корабли с ракетным вооружением вот за 200 километров от того места, где мы находимся, это нормально. Это что, равный подход? Вы понимаете, нет у нас никаких имперских амбиций, в которых нас пытаются обвинить. И не будет. По словам премьера, Россия не претендует на суверенитет бывших союзных республик. В то же время западные партнёры нередко используют силу для достижения своих внешнеполитических целей. В качестве примера Путин привёл Сербию, Ирак, Афганистан. Почему, если в других местах успеха нет, ни в Афганистане, ни в Ираке, ни на Ближнем Востоке, почему здесь решили, что будет успех? И здесь провалились, и в будущем будут проваливаться. Те, кто считают, что это самый эффективный инструмент внешней политики в современном мире. Поэтому президент России Дмитрий Анатольевич Медведев и предложил выйти на новые договорённости. В чём они должны заключаться? Да принцип, вы понимаете, один должен быть. Надо договориться, по каким правилам будем жить. Участники Валдайского клуба впервые встречались с Владимиром Путиным в должности премьера. Премьер был, конечно, в прекрасной форме, как всегда. И мне особенно было важно, что не было эскалации риторики. То есть он не пытался, как бы, дожать то противостояние, которое сейчас, очевидно, появляется между Соединёнными Штатами и Россией. И то, что мы слышали, было достаточно прагматично, без того, что, конечно, уступались какие бы то ни был российские интересы. Ответы господина Путина на вопросы, которые он получил, были, я считал, убедительными и без логических дырок. Как особо отметили участники Валдайского клуба, такой формат общения с руководством страны есть только в России. Прямой и доверительный разговор на любые темы. Была ли услышана позиция России по самым сложным вопросам, станет понятно в ближайшее время. По итогам встреч с президентом и премьером, члены дискуссионного клуба готовят публикации в авторитетных западных изданиях. Сергей Семёнов, Марина Делисеева, Первый канал.